Куда можно пойти нормально посмотреть видео? Человека, воспитанного на диафильмах, не сломить замедлением Ютуба. Сервера, ГЛА, они есть в России. Просто за них оплачивают, ну, другое верлицо. Они как-то замедляют соответствующий Ютубу трафик. Даже мы, в том числе, свой контент перенесли на Рутуб. В основном, значит, пользуются различными альтернативами в виде Рутуба и в виде ВК-видео. Я могу даже аргументировать, почему Ютуб останется в России. Ответка должна была быть. С начала года Ютуб заблокировал более 80 каналов российских СМИ, блогеров и общественных деятелей. В ответ на это в Госдуме пообещали принять зеркальные меры. В середине лета Ростелеком заявил о возможных сбоях в работе сервиса. Позже в Госдуме подтвердили, что скорость работы Ютуба сократится на 70%. Все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. После этих слов пользователи заметили, что качество видео и скорость загрузки контента стали существенно хуже. В стране заговорили о полной блокировке ресурса. Позже сам Хинштейн переложил ответственность на Google. Якобы корпорация не обновляла свои сервера в России с 2022 года. Давайте говорить о том, что происходит с Ютубом. Для начала техническая часть. Что случилось? Почему он замедлился? Ваша версия? Я предлагаю нам для начала синхронуться. В плане понимания, поскольку официальной информации у нас нет. Вот кого убедила версия господина Хинштейна о том, что во всем виноваты старые сервера? Нет? Ну, собственно... Те, кто присутствует, я думаю, нет. Можно я не буду рассказывать про свои убеждения? Я спрошу у вас. Хотя для меня странно, что есть какие-то сервера Google, которые в России мирно работают, получают электричество, тратят его, и вот они где-то там стоят отдельно, и вот ничьи. Ну, они даже, более того, у некоторых операторов связи присутствуют, каширующие сервера Google. То есть они есть на самом деле? Да, да, да. Но за ними присматривают? Мы предполагаем, что они есть, мы не можем утверждать этого, но сервер-импорт работает с две стороны, чтобы вы понимали, да, то есть и в эту сторону, и в эту сторону тоже. Поэтому вот мы с представителем СКБ Контора думаем, у нас такое мнение, что сервера Google не есть в России, просто за них оплачивают, ну, другое юрлицо, и все. Более того, уже даже сегодня появляются новости о том, что Роскомнадзор хочет получить доступ к серверам на территории России. Ну, еще бы он не хотел, конечно. Я тоже придерживаюсь этой же версии. Хорошо, есть сервера, и два варианта, насколько я понимаю, почему плохо работает YouTube, это либо вот с этими серверами проблемы, как нам сказали, либо что будет замедление, как опять же тот же человек по фамилии Хинштейн сказал до этого. Ну, такое, скажем так, возможно, товарищи заинтересованы в том, что были создатели Орел Тринственности. Ну, либо он получил некачественную информацию перед этим заявлением. Тоже можем такое учесть. Перед каким из них? Перед тобой. Да нет, просто предлагают разные идеи, которые народ согласится, то есть которые примут. Товарищи технористы, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что все-таки происходит на самом деле? Почему он работает наш YouTube, их YouTube, черт возьми, их YouTube работает медленно? Тут нужно сначала, наверное, понять вообще принцип работы YouTube, чтобы мы же не техническим специалистам это рассказываем, а вашим пользователям канала ОТВ. То есть смысл такой, когда человек берет, ну давайте мобильную версию, возьмем YouTube, открывает мобильное приложение YouTube на своем смартфоне, сразу же, и выбирает какое-то видео, и тыкает на него, сразу же пойдет запрос на сервер YouTube. Но запрос этот идет не просто сам по себе, да, вот сервер YouTube, вот пошел с телефона запрос, он идет через интернет-провайдер определенного. Какой интернет-провайдер? Ну, разный, существуют модели интернет-провайдеров, то есть от мобильных, спутниковых, кабельных и так далее, то есть, ну это неважно. Получается, мы можем сделать вывод, что возможно, то, что у нас в связи с законом Яровой принято, что у нас провайдеры фактически отслеживают и сохраняют себе весь трафик, вот на этом этапе, возможно, они как-то замедляют соответствующий YouTube-трафик. То есть на уровне провайдеров это происходит, через которых идет сигнал? Более того, да, согласно закону, каждый провайдер имеет у себя, обязан иметь у себя определенные там ТСПУ, так называемые, технические средства, что там, предотвращение угроз, по-моему, оно расшифровывается. Хорошо, вот еще одно мнение о том, что происходит с YouTube. Снижение качества работы сервиса YouTube в России прежде всего связано с техническими проблемами оборудования компании Google. Это оборудование используется в инфраструктуре корпорации, на стыках его сетей с сетями российских операторов. И именно состояние этого оборудования и влияет на низкую скорость загрузки контента. Невозможность улучшить систему, модернизировать, да, и в условиях огромного роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять и на скорость загрузки видео, и на качество воспроизведения роликов. Положая руку мастерства, скажу, что на сегодняшний день нет в России полного аналога YouTube, который бы смог полностью его заменить. Ну, как минимум, представьте себе, что в YouTube ежеминутно загружается более 500 видео. Это огромная серверная мощность, которой, по сути, ни у одного российского хостинга пока не имеется. Ну, вот еще одно мнение, что все-таки проблема в Гугле. Ну, как-то сомнительно, что это так резко как выключатель произошло. Я по скорости же сказал вам тесты, то есть, ну, не работает сервер в России, переключился на Бельгию полторы секунды. То есть, как бы, ну, замедление там полсекунды будет. Ну, скажем так, что если бы это была проблема в серверах, то это было бы более постепенно все происходило. Да, и они одновременно не... Хорошо. Объясните, почему мобильный работает нормально? Ну, как, гипотетически? Ну, поскольку мобильный все-таки он больший, объем трафика сейчас с каждым годом все больше и больше, ну, возможно, возможно, блокировка, ну, блокировка там... Некоторые меры по замедлению стационарного, это такой, скажем так, предупредительный выстрел. Вот, который... Да, прощупывание почвы. А его можно по-разному замедлять, да? Сигнал с мобильного, сигнал с десктопов, это можно по-разному обрабатывать. Вот этот замедлять, этот не замедлять. И то, что у меня дома работает, все-таки хоть медленно, с низким качеством YouTube на работе не работает, то это дело в провайдере. Ну, наше предположение. Андрей, вопрос как к социологу. Как мы на это реагируем? Потому что у YouTube очень много пользователей в России. Слушай, я тут в сети наткнулся на одну фразу, что человека, воспитанного на диафильмах, не сломить замедлением YouTube. Вот, я к тому, что есть часть населения, которая просто не заметила, потому что, ну, не настолько они пользуются... Давай покажу статистику сейчас по тому, сколько людей в России смотрит YouTube. YouTube — самая популярная социальная сеть в России. Видеохостингом, по данным Медиаскоп, пользуются 96 миллионов человек или 80% взрослого населения страны. Среди россиян самыми популярными стали запросы о музыке 19% от всех запросов, развлечениях 18%, детский контент 12%, видеоигры 11% и сериалы 9%. Политическим контентом интересуются только 5% аудитории. Ну... Мы смотрим. Мы смотрим. Но вот, с одной стороны, конечно, народ плюется. Ну, то есть, потому что раньше мы привыкли к одному сервису и к одной скорости, сегодня нам приходится искать какие-то альтернативные варианты. Причем, к сожалению, пока ни Рутюб, ни ВК-видео заменить YouTube в том формате, который... Да, мы поговорим еще отдельно, куда бежать. Это отдельный вопрос у нас будет. Невозможно. Поэтому есть определенное недовольство у людей, причем у тех, кто был пользователем, и у тех, кто, естественно, создавал контент, потому что они, как минимум, начинают терять свою аудиторию. Вот. И мы в том числе. Но при этом это может во что-то перерасти. Внутри себя, честно говоря, я спрашивал себя, но какого-то желания выйти попротестовать у меня не возникло. Возможно, потому что давно говорили о том, что будут проблемы у YouTube, и мы с этим мысленно уже смирились. Случилось то, что мы ждали. Я не думаю, что тут какие-то активные протесты, в принципе, будут. То, что люди будут материться, то, что они будут кричать в соцсетях о том, что же вы делаете, это всегда было и будет. Другое дело, что за последние слухи по поводу YouTube, по-моему, года полтора, если не больше... А какие слухи и заявления о том, что его закроют? И даже мы, в том числе, свой контент перенесли на YouTube. Причем, да, мы там сами матерились, пока заливали свое видео. Да, там есть свои сбои. Но, опять же, есть альтернативные площадки, куда это можно заливать и где-то можно смотреть. Диана, по обратной связи с читателями УРАРУ есть какая-то информация о том, как они реагируют на замедление или полное исчезновение где-то, как у меня на работе, например, без VPN на YouTube? Реагируют по-разному, на самом деле. Кто-то поддерживает, но большинство, понятное дело, согласно с оценкой высказанной ранее, что в основном плюются и ругаются. В основном, значит, пользуются различными альтернативами в виде YouTube, в виде, прошу прощения, Routube и в виде ВК-видео. Но, тем не менее, объем трафика у них пока что сильно-сильно меньше. Ну и опять же, как вы сказали, что будет ли какое-то возмущение массовое. То есть мы, по сути, наблюдаем, как происходит эффект лягушки в кипящей воде. То есть там постепенно закрыли одно, постепенно другое. То есть если бы это все закрылось разово, никто бы не смог ни выехать, ни въехать, ни посмотреть ничего, возможно, какое-то такое бурление возникло бы. Но когда оно так постепенно, плавно, еще полтора года поговорим об этом, то, скорее всего, люди действительно как-то морально привыкают, свыкаются с этой мыслью. И что, действительно, только в комментах. Можно ли предположить, что это управляемый процесс, и действительно нас готовят к тому, что и мобильный YouTube тоже будет работать никак? Слушай, ну я, как минимум, 4 или 5 конспирологических таких точек зрения могу предложить. Давай. Не буду. Не, ну, одна из версий, например, почему замедляют YouTube, потому что надо разогнать Рутюб. Да, потому что мы видели, я объясню почему. Я зарегистрировался на Рутюбе на прошлой неделе. Я объясню почему. Потому что если мы посмотрим на ситуацию там двухгодичной давности, когда закрывали запрещенные ныне социальные сети, куда народ перешел. Нас мы увидели... Никуда. На самом деле был массовый исход сначала в контакт, и мы увидели рост и посещение трофеев. Насколько массовый? Насколько массовый? Я сейчас цифры не скажу, но если посмотреть, во всяком случае, то, что я помню, по концу 22-го, начало 23-го года, порядка 20% они вернулись в контакт и начали активно... Ну, я могу по себе сказать, я совершенно не занимался своим аккаунтом ВКонтакте, он просто был. И у меня там было что-то там 400 подписчиков. Сейчас 10 тысяч, потому что я стал им заниматься. Хорошо, прекрасно. Ну, я понимаю, что эта выборка не совсем репрезентативна, но тем не менее, я вижу, как условные там девочки, которые не связаны с какими-то там обходными технологиями, это протестная деятельность, но тем не менее, продолжают пользоваться вполне себе экстремистскими... Все-таки мы по статистике большой видим, что в Телеграм в основном ушли, а не в ВК вообще. Я не договорил про Телеграм, потому что по нему мы увидели почти 40% рост. Ну, только версия первая, это поддержка Рутюба, для всего остального, да. Во-вторых, дело в том, что все равно должен был быть ответ на те действия, которые западные компании, вообще запад как бы в данном случае осуществляет, с точки зрения их действий по блокировке наших ресурсов. То есть, ответка должна была быть. Ну, и мы опять же понимали, что это будет, и поэтому мы морально к этому готовы. При этом, да, я повторюсь, что если бы оно сразу все закрылось, да, то есть, и вот там экстремистские сети, еще и YouTube, и еще, и еще, то есть, тогда возмущение было бы совершенно иное. Когда людей постоянно, потихонечку приучают к тому, что эта система будет меняться, как бы они спокойнее реагируют. Это, во-первых. Во-вторых, если бы это были только единственные площадки, где можно было бы посмотреть видеоконтент, да, но их же не одна. Вот, и через минуту мы поговорим о том, куда бежать с YouTube. YouTube почти перестал работать. Почему? Мы поговорили в первой части сейчас о том, а какие есть альтернативы, куда можно пойти посмотреть что-нибудь. Самая известная альтернатива YouTube в России – это YouTube. Брат-близнец зарубежного сервиса позволяет смотреть и загружать видеоролики, вести прямые трансляции и получать деньги за свой контент. Однако блогеры жалуются, видео на сервисе проходят премодерацию и публикуются с большой задержкой. После отключения монетизации большинство российских авторов ушли с YouTube на платформу ВК-видео. Сервис тесно интегрирован с соцсетью, авторы также получают деньги за свои ролики. Однако на платформе есть только русскоязычный контент. Авторов мало, а творчество блогеров теряется среди роликов от обычных пабликов. Худшей альтернативой считается русскоязычный хостинг-платформа. Это полный клон YouTube, без антироссийской риторики, контента и просмотров. На сервисе очень мало видео, а у тех, что есть, и единицы, и десятки просмотров. В поисковиках платформу найти тоже сложно. Куда можно пойти нормально посмотреть видео или некуда у нас? Ничего такого сравнимого с YouTube у нас нет. Артур, ты у нас специалист по YouTube, ты безработный уже практически здесь сидишь? Почему безработный? Нет. Я считаю, YouTube все-таки не смогут заблокировать, потому что вот эти прогревания типа угрозы. А если аналоги, то попросите Китая снова дать разрешение загружать видео в TikTok. Вот TikTok – это же платформа нашей дружественной все-таки страны, да? Китая. Вот единственный аналог – это только TikTok. TikTok только может соревноваться с YouTube. Вот как раз даже алгоритмы взяли YouTube у TikTok. В Ковиде вообще соревноваться не сможет, потому что пока они поборются… Давайте разбирать по очереди Rootube. Вы так глаза закатили? Нет, я не закатил глаза, просто немножко не согласен с предыдущим оратором Артуром, потому что TikTok – это совсем другая целевая аудитория, это совсем абсолютно другая платформа с абсолютно другими алгоритмами и прочими вещами. То есть вы путаете кислое со сладким. То есть это вообще разные вещи абсолютно. YouTube – это более, скажем так, осознанная аудитория, то есть это образовательный контент в большинстве своем. Там, конечно, очень много мусора тоже, но вот вы видели статистику, статистика абсолютно верная, я вот с ней абсолютно согласен, что там, по-моему, 20% – это образовательный контент смотрят в России, и только там какие-то маленькие проценты смотрят политический контент. Прежде всего люди смотрят его для того, чтобы образовываться. А такая база знаний, такая база данных, как у YouTube – это самое уникальное. А зачем же? Все-таки музыка, что сказали, на первом месте, а вы на образовательный тени. Музыка – вот это ВКонтакте, ВК-видео – это классный сервис российский, который выйдет. Давайте про сервисы. Просто сейчас я хочу понять, чтобы наши зрители понимали, куда нам лучше пойти. Вы сказали ВК-видео, плюсы-минусы. В ВК-видео – это музыка, там же все сказали. Отличный у вас тоже обзор был по поводу плюсов и минусов. Только русскоязычная музыка. Соответственно, нет иностранной музыки, потому что, видимо, нет прав. Они с, скажем так, с претензией на масштабирование на иностранные рынки, потому что все делается, собрали такую хорошую команду, которая, в принципе, способна вывести этот продукт на международный рынок. И минус тут, по сути, один. Что у Рутуба, что у ВК-видео, что у Дзена, почему-то его тоже не упомянули, хотя там даже некоторые блогеры пытались его прокачивать. Минус один – это отсутствие базы. То есть мы почему-то все мешаем в одну кучу. По сути, у нас видеохостинг – это приложение и отдельно база. То есть можно ругать в ютубовское приложение даже в некоторых местах. Вас заманите до библиотеки. Да, 20 лет загружаемых видео со всего мира. Никто их не будет переносить ни в Рутуб, ни в ВК-видео, ни в Дзен. И получается, если мы теряем это, то, что сейчас загружается, окей, но можно перенести. А потерять то, что кто-то закачивал 8 лет назад, и сейчас он оказался, допустим, недружественным нам. Мы это, по сути, потеряем. Этому альтернатив никаких. Через VPN все равно же будет это работать, хотя и медленнее? Уже сейчас работает. Вы смотрите, вот я говорю по поводу того, что переезд на альтернативы. Вот вы приведите ради интереса статистику. Сейчас, неделю за прошлую, когда заблокировали, соответственно, ютуб, а это, по сути, блокировка была. То есть, та скорость разрешенная, пропускная, которую давали, она равна блокировке. То есть, невозможно было смотреть там видео, если не открывался у вас, вы сами говорите. Ну и какая же у вас статистика? Вот. Что на первом месте? Вы посмотрите просто, я не буду говорить. Вот как раз это альтернативные обходы блокировок ютуба на первом месте скачивания сейчас в России. И причем с большим отрывом от Рутуба. На первом месте это у нас по скачиванию, я скажу, я знаю, это VPN. Ну, потом идут уже в Рутуб, ВК-видео и все остальное. Все-таки не хотелось бы отдельные трехбуквенные сочетания произносить, поскольку могут их тоже запретить. За рекламу, да. И задним числом. Ну, во-первых, мы тут представители IT-компаний аккредитованных, мы не можем вообще, в принципе, такие вещи говорить, потому что нам запрещено на законодательном уровне это делать. Вот. Мы не можем рекламировать такие вещи, чтобы вы понимали. Вот. Да. Диана, что будет делать Урару? У нас, напомню, несколько раз ютуб-канал уже банился. Мы подвергались очисткам. Да. Мы еще тогда перешли на Рутуб, но, по правде говоря, алгоритмы Рутуба для нас максимально непрозрачны. Мы не можем сказать, что они настолько же легко считываемы для наших редакторов, как алгоритмы Ютуба. Для продвижения? Да, да, да. Для продвижения, для, значит, публикации. Понятное дело, там на Ютубе, например, были пиковые моменты потребления и так далее, были свои заморочки, но, тем не менее, это было понятно, это было логично, и можно было предугадать, значит, сколько каждый ролик мог получить на Рутубе. Это чистая русская рулетка. Мы не можем гарантировать никакого результата для себя, поэтому дополнительно мы развиваем и сторонние платформы. У нас развивается паблик ВКонтакте, мы тоже заходим в ВК-видео, у нас развивается Дзен-канал, там мы также активно работаем с видео. И если говорить про то, куда еще можно сбегать, то я солидарна с мнением про Дзен. Дзен сейчас активно переходит на новый плеер, это уже, наверное, тоже ни для кого не секрет. Они убивают Яндексовский плеер, убивают, значит, все свои последствия обмена с ВК своими активами, и в силу этого сейчас активно внедряют в себя плеер ВК-видео. Поэтому моя гипотеза в том, что потребление ВК-видео будет только расти. То есть если я сейчас Дзен читаю, то я смогу его смотреть? Да, там есть два формата роликов. Там есть видеоролики длинные, то есть привычные для нас горизонтальные, и есть короткие вертикальные, то есть такие тиктокообразные, да-да-да, по типу шортсов. Я у своих ВКонтакте с подписчиков спросил, как у них дела с Ютубом, видно-не видно, и куда они собираются переходить. Бездельники, не способные ничего создать своего, пытаются разломать все, что создано другими. Бесит даже не сам факт блокировки, а не способность по-честному сказать народу, что да, заблокировали. Хрен с ним, с этим Ютубом и интернетом вцепились в них, как наркоманы. Варианты. ВПН, Рутуб, платформа, ВК-видео. Все по-своему ужасны. Достойных альтернатив не вижу. Годы залитых в видео с миллиона каналов Рутубом не заменишь. Зачем мне Ютуб? У меня УТВ есть. Артур, если на Ютубе куда ты будешь выкладывать вот эти программы, которым я здесь записываю? Ну, как-нибудь адаптируются. Пока на втором месте у меня Дзен. Дзен тоже хорошо набирает. ВК-видео вообще там, ваши передачи, извините, конечно, но не набирают, потому что рекомендательная система, хороший контент не умеют рекомендовать. Потому что ВК-видео для начала вообще, чтобы нормальной площадкой стать, должно избавиться от порно. Они начали избавляться уже, но еще не до конца. Избавляться от серого контента, потому что 10 раз одно и то же видео на разных каналах залито. А на Ютубе это контент-айди, сразу же блокировка остальных. Только будет рекомендоваться первый источник. И должно от серого контента, которое создается нейросетями, допустим, очень много контента создается, а Ютуб уже маркирует, который искусственным интеллектом создан или человеком. То есть вот эти все критерии должны учесть в ВК-видео. Скажите мне просто тогда хорошо, лучше наша российская платформа на данный момент какая? Чтобы я уже не метался, а пошел туда и успокоился. Можно я немножко доску переверну? Вот этот разговор о том, что наш ответ Чемберлену, но он порочный в своем зародыше вообще. То есть какое-то все время строить пародию. То есть в чем фишка Ютуба? Даже не в том, что там какой-то целенаправленный контент, а в том, что тебе нечего заняться, ты пришел вечером, хочешь посмотреть что-нибудь прикольненькое. Вот у нас уже есть сервисы, в принципе, наши, не ответ Чемберлену, а уже наши работающие сервисы. Например, там Яндекс.Музыка, там Кинопоиск со своими фильмами, там мультиками, туда-сюда. То есть почему бы на базе этого не развивать? То есть ты, условно говоря, пришел домой, включаешь телевизор с сервисами Кинопоиска. Это прекрасная идея. Скажите мне из того, что есть сейчас, что лучше всего? Все вместе. Диверсификация. Потому что каждый побежит куда-то. Искать свое. Искать свое, да. Тогда в конце прогноз. Вот сейчас Ютуб смотреть можно. Ну, по крайней мере, у меня это получается. В телефоне без проблем, безо всяких. Я его там не смотрю, я слушаю, когда в машине еду. Дома я могу его смотреть. Ну, у меня работает плохо, с низким качеством, но работает. Это сохранится или это будет дальше ухудшаться до невозможности? Андрей, версия. Я думаю, что будет ухудшаться. Ухудшаться. Да. Зависит все-таки от реакции Запада. Я думаю, что в данном случае нам реакция Запада не сильно будет интересна. Вопрос в том, что мы посмотрели по другим альтернативным сетям. Ради бога, ты можешь заходить через VPN либо в одну сеть, либо в другую сеть. Это возможно сохранится. Ну, я почти перестал это делать. Это возможно сохранится. Другое дело, что потребительское поведение, оно сводится к тому, что мы будем идти туда, где проще и легче. То есть, когда не нужно будет делать дополнительных операций. Поэтому та же самая история будет с Ютубом. Да, как бы где-то будет возможность заходить, но мы туда не пойдем уже. Диана, мы говорим, прощай Ютуб. Мы тут сами будем с собой чем-нибудь заниматься. Я бы сходу с ним не прощалась, на самом деле. Потому что первые результаты замедления блокировки, выбирайте формулировку какую угодно, пока показывают, что в целом колебания по трафику на платформе это не вызвало. То есть, там буквально 3-5% аудитории покинуло российскую платформу, а остальные остались. И они находят обходные пути, и они находят способы потреблять. Так трафик идет с телефона в основном, да, Артур? Да. Сколько процентов вы сказали покинули? 3-5% колебали. А у меня 98% просмотров на Ютубе, это с телефона, то есть 2%. Нет, подождите, я говорю о том, что Ютуб за неделю замедления потерял российскую аудиторию немного. А про то, что смотрят в основном, это факт. Мы прощаемся с Ютубом? Нет. Нет? То есть, что будет? Я не хочу зацикливаться на конкретном сервисе, то есть с контентом не прощаемся. Даже если полностью там топором перерубят оптические кабели, которые идут в Россию, но будут доставлять видео на флешках, поэтому контент будет так или иначе. Я уверен, что повторится история с Телеграм. Телеграм договорился с российскими властями, также Ютуб договорится, она пойдет на уступки и будет чуть-чуть фильтровать рекомендации, чтобы нам не попадались пропагандистские с западной стороны. И все. На этом договорятся. Я думаю, что руководство Российской Федерации, Минцифры, Роскомнадзора, оно посмотрит статистику и сделает правильные выводы. Я могу даже аргументировать, почему Ютуб останется в России. Останется? Останется, конечно. То есть, во-первых, скачивание альтернативных методов входа в данный сервис. То есть, вы поймите, Ютуб же это не только видеохостинг, там еще стриминговая платформа есть, которой пользуются очень многие, в том числе и бизнес пользуются. Ну, Ютуб Китс, понятно, и так далее. Там очень много моментов, в том числе и для разработки программного обеспечения. Это есть Гугл еще, а у Гугла сколько? Ну, то есть, версия, что все-таки примерно пополам мы сейчас разделились, что Ютуб до свидания, Ютуб не до свидания, он с нами останется. Посмотрим, что это будет на самом деле. Ну, извините, наше время вышло. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Пишите в комментариях, куда вы уйдете с Ютуба, если придется уйти. Спасибо, что смотрели «Все говорят об этом» и смотрите еще. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok